Поскольку гештальт-подход все-таки является холистическим направлением, которое говорит о том, что существует целостность и необходимо восстановление этой целостности, ну и тогда получается, что несмотря на трудности говорения, в том числе в Советском Союзе, о теле или о телесности, это всегда связывалось с чем-то стыдным, не просто интимным, а стыдным, запретным, таким возбуждающим, но непонятно, как с этим обходиться, потому что есть такая важная особенность у тела, у телесности, это то, что мы телесно все абсолютно отдельные. Тело смертное, каждый умирает сам по себе. Можно, конечно, захватить других, да, вот есть такой анекдот, когда там бабушку сбивают, может быть, вы слышали, автомобиль, да, там 10, там они сталкиваются, и там кто-то из заднего автомобиля идет, видит, что там произошло, и говорит, красиво ушла старушка, да, то есть взяла с собой много людей. Вот, ну, в общем и целом, люди сталкиваются в своей телесности с отдельностью и одиночеством, и возможность вернуть этот аспект, минуя вот этот страх, вот это вот избегание переживания собственной отдельности, вот мне кажется очень позитивным. Ну, и благодаря гештальтподходу в частности, и сами гештальттерапевты, гештальтаналитики, все себя по-разному называют, тоже как-то, видимо, приобрели способность все-таки благодаря ориентации на целостность как-то к этой целостности обратиться. С другой стороны, я вижу, да, поскольку все-таки я так давно наблюдаю, грустно для меня звучит продавность, давно наблюдая этот процесс, то, что в обществе происходит, сейчас появилось то, что можно назвать очень таким функциональным отношением к телу, объективизирующим, исправление, улучшение, это действительно тренд, да, это модно заниматься телом, фитнесом, голоданием и всем прочим. Но это часто способствует чему? Именно объективизации тела, да, и я вижу, к сожалению, что я вижу некоторую унификацию, то есть, с одной стороны, есть отдельность, и в связи с этим множество действительно экзистенциальных переживаний, да, там, от покинутости до сладкого одиночества, слава богу, наконец все ушли, да, вот, но при этом я вижу очень много схожих лиц, особенно женских, мужчины как-то меньше этим грешат, да, благодаря пластике в том числе, ограничение мимического выражения, да, вот, если смотреть телевизор иной раз, да, иногда это и на улицах видно, на выставках, ну, там, где я бываю, но если смотреть телевизор, просто иногда ощущение, что все эти женщины из одного инкубатора вышли, я очень нехорошо говорю, конечно, но я надеюсь, что, может быть, минуя вот это вот осуждение, которое в моих словах, или печаль, я даже не знаю, как сказать, вот, ну, хорошо бы поддерживать уникальность свою собственную, и тогда это точно не за счет объективизации тела, каким оно должно быть. Мне очень нравится, например, когда я вижу, да, может быть, не очень эстетичные, красивые там зубы на старых картинах, вот Леонардо да Винчи очень интересовался, да, людьми, которые, ну, не скажу, что они уродливые, да, но, тем не менее, они все по-разному, точно так же, как красиво все по-разному, и меня очень печалит унификация, если честно. Вот, поэтому это тоже вот какой-то важный момент, восстановить контакт человека с самим собой и помочь ценить это, да, то есть, чтобы не быть как принято, как модно, как другие, причем, вы знаете, много существует, в общем, ну, таких печальных фактов, да, от анорексии, да, вот, как я сказала, когда дети получают маму, прекрасно там у нее лицо, но с ограниченной мимикой, у них может формироваться алекситимия, потому что он не различает чувств на ее лице, да, они все одинаковые, лицо одинаковое, несмотря на то, что чувства разные. Вот, поэтому такой вот печальный аспект. Вроде модно, хорошо, но хорошо бы меру знать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!